Уголовное дело в отношении Касымбека Улу Азамата возбуждено и расследовано следственным отделением управления Федеральной службы безопасности по республике ТВА. В ходе следствия было установлено, что в марте 2014 года Касымбек Улу Азамат, находясь на своей родине в республике Кыргызстан, вступил в ряды международной террористической организации Хизбут Тахрира Алислами, которая действует путем пропаганды, сочетаемой с нетерпимостью к другим религиям, а также активной вербовкой сторонников. Целенаправленную работу ведет эта организация по внесению раскола в общество. В декабре 2014 года, уже находясь на территории России, Касымбек Улу Азамат через личный аккаунт, зарегистрированный в социальной сети Facebook, стал распространять электронные копии книг, брошюр террористической организации, также распространять ее идеи. Аналогичная деятельность им проводилась через телефонные приложения. Кроме того, было установлено, что в начале 2015 года Касымбек Улу Азамат активно приступил к поиску и последующей вербовке российских граждан для участия их в рядах террористической организации. В сентябре 2015 года в интересах реализации своего преступного умысла он прибывает в город Кызыл, где и был задержан сотрудниками управления ФСБ России по республике Тыва. 7 июня 2016 года Московский окружной военный суд в выездном заседании в городе Кызыле республики признал Касымбека Улу Азамата виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 прим. 5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это участие в деятельности организации, которая в соответствии с российским законодательством признана террористической. И назначил ему наказание сроком 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 7 июня 2016 года Московский окружной военный суд в выездном заседании в Кызыле признал Касымбека Улу Азамата виновным в участии в деятельности организации, которая в соответствии с федеральным законодательством признана террористической. Суд назначил ему наказание сроком 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Партия исламского освобождения Хиспут Тахрир Аль-Ислами пропагандирует воинствующее радикальное направление, нетерпимость к другим религиям, целенаправленно работает над расколом в обществе. Решением Верховного суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года партия исламского освобождения признана международной террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории России. В ряде государств Средней Азии и Европейского союза Хиспут Тахрир Аль-Ислами также запрещена, за исключением Соединенных Штатов Америки и Украины. Центральный медиа-офис расположен в Великобритании. Отдельные последователи Хиспут Тахрир Аль-Ислами ранее принимали участие в боевых действиях на стороне, незаконных вооруженных формирований на территории Сирии.